Всем привет! Продолжаем гулять по моему городку. Загородный проспект 7. Храм Каневской иконы Божией Матери. Подворье Каневского Рождества Городицы Мужского Монастыря в Санкт-Петербурге. Немножко истории. В 1393 году преподобный Арсений принес со святой горы Афонской дотворную Каневскую икону Божией Матери. Он вернулся в Новгород, на свою родину, и архиепископ Тогородский Иоанн благословил его на устройство новой обиди. Отправились по реке Волхов в Лазарское озеро, и Арсений прибыл на остров Каневец, где основал монастырь. В 1617 году Каневец отошел к Швеции, это был мирный договор, и братья монастыря, взяв Каневскую икону, переселилась в Новгород, Древеницкий монастырь. В 1618 году император Петр I отвоевал земли обратно, повелел восстановить Каневский монастырь. В 1799 году, по благословению митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила, строитель иеромонах Варфоломей получил дозволение возвратить святую икону в монастырь на острове Каневец. По пути в монастырь икона прибыла в Санкт-Петербург, для нее изготавливали позолоченную серебряную ризу. Петербуржцы хотели оставить икону в столице, но по распоряжению священного синода святыня должна была отплыть на Каневец. Правда, дозволили сделать список, копию, которую решили поместить на петербургском подворье Каневского монастыря. В 1825 году купцы Иван Козулин и Николай Кувшинников пожертвовали два соседних участка земли с 17,5 квадратных саженей, как написано, по загородному проспекту для устройства подворья. И по личному ходатайству Каневского генерал-губернатора Милорадовича от императора Александра I последовало разрешение на землевладение и на устройство часовни. Земля была дана в собственность и вечное владение Каневской обиды, так написано в документах. В 1821 году была заложена каменная часовня на гранитном фундаменте и монашеский кель. Простоял так до 1862 года. Ну так вот, храм простоял до 1862 года, но в мае этого года страшный пожар уничтожил все строения от гостиного и апракцина двора до загородного проспекта. А в это время икону укрывали в Владимирском храме. Собрались купцы и попросили, чтобы с иконой совершили крестный ход по кругу их торговых рядов. Боялись, что сгорит все к черту. Ну так вот, обошли с этой иконой и ветер переменился, стал стихать и огонь ушел. В благодарность и память об этом в 1864-1866 годах купцы собрали пожертвования на строительство нового каменного здания подворья. И в 1863 году новый проект Часовни Шатровой Звоницы на месте сгоревшей был утвержден. А остров Каневец в 1919 году, где находился оригинал Конно, аташут в Финляндии. А храм подворья стал приходской церковью, подчиненной и партии. Много различных организаций занимали здания церкви после революции. С 1956 года здесь располагался трест, фасад, демстрой. Потом ленстрой, реконструкция, ну и так далее, какие-то районные администрации. Но в 1993 году здание было возвращено монастырью. Хотя трест покинул в 1996 году здание. В 1998 году над зданием подворья был воздвигнут крест. Сначала он был деревянный. На фасаде установленная Каневская икона, выполненная из кварцевого песка. Что еще сказать, что ежедневно совершается богослужение на первом этаже? Ну вот, собственно говоря, и все. Вот такая история этого здания, которое находится на загородном домсе у метро Достоевской. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok